У нас такой леднюка, просто стеной. При этом небо, смотрите, не такое даже и затянутое. Откуда взялся, непонятно. Что делается? Такого сильного дождя давно не было. Прямо стеной. Так приятно, когда на улице дождь, а ты сидишь дома. Я, правда, коронавирусом заболела. Сегодня уже третий день. Вчера температура была высоченная, 38,5. И сегодня с утра тоже 38,5. Потом днем вообще нормальная была, 36,6. Сейчас к вечеру опять 37,8 поднялась. Тут у меня вон что делается. Все стулья мои в воде. Вау! Обычно у меня на балкон не попадает дождь. Ну вот, когда такой ливень, видите, все прямо залило. Сидушки эти специальные балконные воды непроникаемые. Поэтому ничего страшного, они высохнут. Но сам факт, потому что еще и ветер. Тетрина вон какой. Так что вот так вот. Я нежданно-негаданно, сколько времени. Два с лишним года коронавирус. И я так радовалась, что он меня обходил стороной. А тут вот, пожалуйста, настиг меня. Я просто отлеживаюсь сейчас. У меня немножечко заложен нос. Периодически бывает. И вот такие вот я капли капаю утром и вечером. Два раза в день. И у меня нос пробивается вообще нормально. Но я говорю, видите, еще так в нос. Горло, в принципе, не болит. Но вот сейчас к вечеру почему-то стало немножечко першить в горле. Пью ибупрофен и тайленол. Вот. Не знаю. Вчера вообще было плохо. Я пластом. Температура так тяжело переносилась. Сегодня с утра ночь спала плохо. И с утра тоже проснулась. Было очень тяжело. Но вот сейчас вроде как, хоть и температура опять же, но уже нету такой тяжести, как вчера. На пятый день болезни я решила сделать тест. И заодно решила вам показать, какие тесты нам здесь совершенно бесплатно присылают по почте. Вот 8 тестов. Можно заказать три раза. То есть 24 теста на человека или на семью. Не буду врать. Но очень здесь все это доступно. Оставляешь заявку и тебе через пару недель просто приносят их в почтовый ящик эти тесты. В коробочке по 4 штуки. Сделан этот тест в Южной Корее. Вот. В общем, три у меня теста еще остаются. И вот один тест. Я приготовила все для одного теста. Прибор, палочка, жидкость. Вот этот вот я не заметила. Вам не показала колпачок. И вот эта вот подставочка. Инструкция. Вот раскрыла я сам приборчик. Такой малюсенький, хорошенький. Жаль, я вам не показала прошлый. Там была просто какая-то громадина. А это ну вообще. Также сюда входит вот такой пакетик. И предупреждаю, что крупинки должны быть белые и желтые. Чтобы не было зеленых. Все такое миниатюрненькое. Маленькое, как будто игрушечное. Ну вот выяснилось при назначении этой площадочке. Я открыла бутылочку с жидкостью. Вот этот колпачок еще пока не знаю для чего. Открыла палочку. И все, приступаю к взятию теста. В общем, я прополоскала палочку в жидкости. Закрыла крышечкой. И теперь через этот носик мне нужно накапать 4 капли вот сюда в это окошечко. Собственно и все. В прошлом тесте надо было заталкивать палочку вот в тест. А здесь просто капли уже закапываешь после того, как ты прополоскал в жидкости. Внутри в жидкости вот то, что ты взял из носа образцы. Ну, теперь ждем результат. Что это? У меня получается позитив, что ли? Еще есть коронавирус, значит. Да. Я думала уже прошел. Пять дней прошло. Видите, показывает какая яркая полоса. Да, еще позитивный. Никуда этот коронавирус от меня еще не делся. Буду лечиться дальше. Ребят, давайте покажу вам, что у меня здесь происходит. Ну вот, во-первых, я получила еще 8 тестов на коронавирус. Вот такие они теперь по два коробочки. У меня тесты уже показывают отрицательный результат. Я делала два дня подряд. Так что я от коронавируса излечилась. Но вот тесты на всякий случай еще заказала. Вот. И я только что вернулась с рукодельного магазина. Набрала ниток. В общем, у меня есть знакомая моя Оксана в Хабаровске. В свое время она меня сподвигла вязать из пуха норки. Я тогда вязала и бактус, и платье себе здесь уже в Анкориде связала. И там с ветерок я вязала. В общем, в этот раз Оксана меня опять сподвигла на новые подвиги. Написала мне комментарии, что она увлеклась сейчас вот таким мозаичным вязанием. А я давным-давно хотела связать такой плед. У меня знакомая моя Эля. Она живет сейчас в Хьюстон, переехала с Анкориджа. И у нее, ее мужа Джерри, мама, вязала такой плед. У меня даже куча фотографий на компьютере. Я сфотографировала тогда, хотела. У нее он был связан вот как-то вот так. Я здесь попробовала с серединки. Вот это я взяла образец, на котором я вообще попробовала, посмотрела, что это такое. Вот это просто я рисунок уже нашла в интернете. В общем, хочу такой плед. Я поехала сейчас в магазин и купила вот столько ниток. Представляете? Это у меня pound of love, pound любви. Паунд это полкило примерно. Вот 454 грамма, 932 метра. Вот. И на второй цвет взяла вот такой светло-светло-серый. В общем, мне показалось, что цвета очень хорошо сочетаются. Вот. Они будут не такими уже контрастными, как здесь. Как вот эти вот два цвета, на которых я училась. В общем, я так увлеклась этим вязанием. Не могу остановиться. Вот специально сейчас на велике съездила в магазин. Но я туда все равно собиралась, потому что мы скоро едем в поездку. И остановимся на три дня у друзей Дака, с которыми мы были в Калифорнии. На пляже тогда отдыхали мы на Pacific Beach. И вот Джен, Дженнифер. Я хочу ей связать вот такие же сапожки в подарок, как у меня. Я эти сапожки обожаю. Я Даковой маме такие связала. Она их носит непрерывно. И вот сейчас хочу Джен тоже связать. Так что у меня куча вязальных проектов. Вот так вот нежданно-негаданно в один день я опять ударилась в вязание. Оксаночка, спасибо тебе за то, что ты меня вдохновила в очередной раз. Вязать я буду по мастер-классу Юлии Гендиной. Вот такой вот примерно плед. У меня будут другие цвета. Но вот такой вот узор. Очень красивый, классный. Я сразу влюбилась в этот плед, как его увидела. Сейчас посмотрю, какой мне понадобится крючок, какая плотность. Вяжу, может, какой-нибудь образец. Потому что у меня нитки, которые я купила, они сейчас потолще тех, из которых я вязала свой образец. Вот так вот может быть еще поближе. Мозаичный плед, цветочная геометрия. Вот. Мне, собственно, нужен только рисунок отсюда. Я уже поняла, как вязать, что делать. Я немножечко буду по-другому делать край. Но принцип, в общем-то, такой же, конечно. А вот такой плед был у Эли. Вот я наделала очень много фотографий. Близко и далеко этого пледа. Вот он такой прямо из четырех здесь цветов. Здесь мозаики совсем немного. Просто вот так как бы косичка и просто полотно. Ну вот, мне кажется, тот плед, который я хочу сейчас связать, он поинтереснее. Нитка отрывается каждый раз в начале и в конце. Вяжется по лицевой стороне. Каждый раз отрывается нить. Вот еще Элин плед поближе. Он тоже очень красивый. На самом деле такие цвета яркие, нарядные. Обалденный, конечно, тоже плед. Может быть, я потом когда-нибудь такой тоже свяжу. Получила посылочку. Вот смотрите, что мне пришло. Сейчас откроем. Посмотрим. Вот такие весы. Хорошенькие. Я, правда, думала, что они будут поменьше. Они довольно большие. Стоят всего 10 долларов. Сейчас пленочку снимем. Вот такие серо-черные весы. Батарейки, наверное, нужны. Вот. Я тут опять в очередной раз усиленно пытаюсь похудеть. Уже месяц. Вот такие делаю с ним списки. Пришла в ужас, когда в июле месяце обнаружила, что у меня вес утром 64 килограмма, а вечером 64,8. Вот с тех пор я все пытаюсь, пытаюсь худеть, но никак у меня не получается. Вот сегодня, видите, опять 63 утром. Уже было 62,3, 62,4. И вот опять пошло наверх. Не знаю, что делать. Уже не ем практически ничего. Вечером 63,5. Ну, то есть, получается, я похудела все-таки на полтора килограмма, но дальше у меня прям вот намертво все стоит. И вот поэтому купила весы. Теперь буду взвешивать. Сколько я ем? Что я ем? У меня сегодня настоящий день посылок. Вот посмотрите, какая еще одна посылка пришла. Только что я ее забрала. Вернее, принесли прямо под дверь. И вот что у нас здесь. Это у нас вот такой наматрасник. Наконец-то я его получила. Вот. И две подушки. Подушки вот так вот, видите, скручены. Так, ну вот, подушку я раскрыла. Пока не могу сказать, нравится мне или нет. Мне кажется, немножечко она чуть-чуть комковатая. Но поскольку она была вот так вот сильно-сильно прямо свернута, вот так вот вроде как сейчас расправляется. И уже ничего. Я читала отзывы. Отзывы очень хорошие на эти подушки. Но вот с другой стороны, вот онлайн покупать, видите, это не потрогать, не пощупать. Это каждый раз как кота в мешке покупаешь. Ну, в общем, так особой разницы нет. Подушки, подушки, они совсем капельку больше вот этих вот, которые у меня были. Ну, и вот наматрасник. Наматрастик, видите, идет в таком пакете со сдутым воздухом. Ну, вот такой наматрасник. Я его раскрыла. Приятный на ощупь. Материал нормальный. Смотрится неплохо. Ну, его, видно, все равно не будет под простынями, конечно же. Ну, вот давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Подушки не очень, но вот этот наматрасник мне очень нравится. Сейчас я его натяну. Вот заодно можно посмотреть, как классно расправился матрас. Никаких складок на нем. Ничего. Классный матрас. В общем, как-то вот так. Все бы ничего. В принципе, и размеры, все нормально. Но мне не нравится, что очень длинная, вот очень просто огромная вот эта вот боковина. Понятно, что на более широкий матрас, но мне такая, конечно, не нужна. И вот эта не очень мне понравилась. Прошло два дня. Вот что у меня получается. Не могу просто оторваться. Вообще так затянуло это вязание. Это так интересно. Вот у меня три таких мотива получается. Я думала в ширину, но сейчас я смотрю, что это должна быть длина все-таки. Впечатление обалденное, просто обалденное. Никогда в такой технике не вязала. Вот нитка отрывается на каждом ряде. Здесь вот я попробовала сделать вот такие косички. Посмотрите, какая прелесть получается. Можно оставлять просто так край. Он не распустится, ничего здесь. Все закреплено, завязано. Сюрпризом оказалось то, что вот эти квадраты, они не равномерные. Они в длину вот так вот больше, чем в ширину. Вот сейчас я удалю. Вот так вот, может быть, лучше видно. То есть я думала, что у меня плед будет 3х2 квадрата или 3х4, если брать вот это вот шириной, а туда вязать в длину. Но сейчас я вижу, поскольку это не квадраты, а прямоугольники, то, конечно, красивее смотрится вот так вот длина. Это будет маленькое одеяльце у меня. Но я в такой технике теперь обязательно хочу связать плед большой на кровать в спальню. Серого уже, наверное, цвета может быть вот такой же. Светло-светло-светло. Вот это вот серенький цвет. И уже с темно-серым здесь. В общем, посмотрю еще, схожу, посмотрю еще на ниточки и уже что-то выберу. Но это просто какая-то фантастика вязать этот плед. Просто чудо какое-то. Изнанка вот такая получается обыкновенная. Итак, мое покрывало готово. Показываю вам, что получилось. Такой край с этой стороны, с этой. Ну вот и потом я его постираю и посмотрю, как изменится он после стирки. Станет ли он мягче, больше и вообще что будет. Я такой шерстью никогда не вязала, поэтому не знаю, чего ожидать. Итак, мое покрывальце постирано. Произошло удивительное преображение. Удивительно, я это знала. Всегда вот эта вот пряжа, когда ее вяжешь, она кажется немного грубоватой. Но вот сейчас оно такое стало мягкое, вообще такое классное. Жаль, конечно, не хватило ниток. Можно было довязать третью полосу вот здесь. Но и так оно такое классненькое, маленькое, легкое покрывальце. Ну, нелегкое, 800 грамм, но тем не менее. Вау, у меня было сомнение. Я думаю, может грубоватая. Сюда на вот эту кровать вязать покрывала. Но сейчас я смотрю, вообще, вообще не грубая. Посмотрите, какое, не знаю, видно, нет на видео. Оно такое мягкое, оно такое прямо, это что-то. Давайте поближе, так, чтобы можно было увидеть рисунок. Кисточки, хорошо, что я их скрутила. Они такие аккуратненькие получились. Такие классные вообще. Здорово смотрятся. Я думала, вот здесь навязать еще кистей, но не хочу. Размеры после стирки совершенно не изменились. Было, вот я примерно мерила 80. Сейчас я мерю в ширину, получается, у меня здесь 78. И сюда я примерно мерила, было 140. Вот сейчас я точно уже померила. Получается 136. 136 на 78. Вот так вот примерно. Так неожиданно прошло лето. Посмотрите уже, сколько желтых деревьев. Просто в какой-то момент я выглянула в окно и увидела эти желтые деревья. В один миг лето закончилось. Наступает осень. Здесь вот с этой стороны, видите, уже тоже желтые листья на деревьях. Так грустно это вообще. Так мне хочется, чтобы лето кончалось. Так что все, прощай лето. На дворе сентябрь, начало сентября и осень. Не только на календаре, но и в природе тоже. Ребята, уже смонтировала видео, хотела выкладывать. Но решила все-таки дописать небольшой кусочек, чтобы уже не возвращаться к моим кроватям. Хочу просто показать, что здесь у меня появилось вот такое одеяло. Не удержалась, купила его. Оно очень длинное, но в ширину на twin size кровать. Не знаю, сколько по размеру. Ну, в общем, оно зато такое мягкое. Просто вот вам не описать словами. До такой степени приятное к телу. Я его использую вот просто где-то укрыться, прикрыться. Если прохладно, вечером его накидываю поверх вот этого основного покрывала. В общем, очень довольна покупкой. До такой степени оно мне нравится. Вот, и купила еще две подушки. Вот те, которые покупала до этого, они все-таки мне не нравятся. Они слишком мягкие. И вот увидела в Коско, вот это одеяло тоже из Коско, вот такие вот подушки. Вот посмотрите, как они сделаны. Очень хорошее качество. Очень хорошая, прямо такая, какая надо у них. Мягкость, жесткость, размер. Так что я этими подушками очень довольна. Вот, и теперь у меня вот здесь получилось четыре подушки. У меня как раз подходящего цвета наболочки были под вот это покрывало. И вот этот комплект, оно все вместе просто замечательно смотрится теперь здесь. А те две подушки у меня теперь переехали вот в эту маленькую спальню. И здесь у меня тоже четыре подушки. Две побольше, две поменьше. Вот я здесь поменяла постельное белье на зелененькое, на такое. Оно более яркое, более красивое. Даже теперь вот эта вот маленькая спальня получилась. Мне она теперь даже больше нравится. Ну и вот совсем напоследок еще покажу, что я связала. Мы через два дня уезжаем в штат Орегон. Едем на две недели. И заедем в гости к друзьям Дака. Вот и я связала им подарки. Вот такие вот женские сапожки. Такая прелесть вообще. Мне очень нравится. У меня у самой такие вот сиреневые. Я их обожаю. И вот эти вот зелененькие. Такие классные получились. Просто-просто чудо какое-то. И вот такие мужские. Это не сапожки, как бы такие полусапожки. Тоже очень удобные, комфортные, красивые. Мне очень нравится цвет. Вот. У меня сейчас свою я разработала схему, как вязать такие сапожки. Они у меня получаются, вот видите, такие прям как настоящие. Здесь со скосом. Здесь со скосом на пяточке. В общем, они очень удобно сидят на ноге. Чуть не забыла сказать, что с Аляски будет еще одно видео о том, как Дак на парусной лодке со своим другом бороздили океан. Я была оператором, их снимала. Там будет видео без слов, под музыку. Может быть, с какими-то пометками в самом видео. Вот. Но это уже будет позже. Не знаю, когда я его смонтирую. Ну, а так я наконец-то догнала время. Кроме вот этого одного видео, больше у меня аляскинских видео не осталось. И это хорошо, что нет недоделанных концов. Теперь будут видео, значит, следующие у меня выходить с Орегона. Я очень надеюсь, что я там что-нибудь интересное поснимаю. Так что увидимся. До встречи. Всех целую. Пока-пока. 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 Пока-пока.